Я не буду спрашивать подробности. Есть некоторый человек, к которому мы хотим изменить отношения. Да. Вспомни его. Картинка. Где находится? Слева. Достаточно близко, но не прям, чтобы очень, но недалеко. Понятно. Там он что-то делает или это фотография? Типа спит. Давай я попробую выяснить, хотя это не будет иметь большого значения, у тебя некоторая реакция на этого человека, когда он спит только? Или всегда? Сначала, когда я подошла сюда, у меня не было такого ощущения, то есть пожизненно. А, пожизненно, да? Пожизненно в данной момент жизни. Я понял, да, то есть просто вот он появился и, может, он не будет спать, может, он как-то бодрствовать будет в этой картинке. Да, можно? Тоже слева, тоже тут, где это вот. Просто, знаешь, как... У меня ощущение, что сдвинулся в центр, если, да, какая-то шкала, то в центр. Угу, например. Сдвинулся и... Это картинка вот такого размера, как ты показываешь? Нет, картинка прям большая. Большая, да? Ага. Ну, только если... Ну, да, как человек. Угу. Да, окей. Теперь очень важный вопрос. То новое отношение к нему и реакция на него, да, у нас есть такое желаемое состояние, мы хотим новую реакцию. Правильно я понимаю, да? Да. Ты хочешь получить новую реакцию, когда ты видишь этого человека. Кто есть такой в твоем окружении, кто вызывает такую реакцию, которую ты хочешь к нему прицепить? Это очень важный вопрос. Здесь очень важно подобрать эталон, с кого мы будем копировать эту реакцию. Вот я иду на переговоры с человеком, я волнуюсь, он статусный, он серьезный, но я знаю, что у меня есть партнер, с которым мы часто ведем переговоры и вообще там спокойно и поспорить можем, и я абсолютно хорошо на него реагирую. И если бы у меня такая реакция возникла на этого, это было бы здорово, понимаете, да? Нам надо скопировать реакцию с какого-то реального человека. Есть такое? Появился такой человек. Появился, да? А вот его представь, где он возникает. Там где-то я вижу, да? Да. Ну, по направлению взгляда. Мы можем калибровать эти вещи. Да. Далеко? Близко? Где? Ты как будто смотрел в область фонарей. Да, вот как будто бы где вот эти фонари? Ага. Ага. Большая, маленькая картинка? Достаточно большая. Большая тоже, да? Не сказала, что маленькая. Ну, возможно, меньше, чем было. Чем еще эти образы отличаются с точки зрения субмодальности? Это ярче, это темнее, да? Я бы сказала, что та картинка ярче. Та картинка ярче. Мне кажется, что... Угу. Этого достаточно. Твои гипотезы, они нам и нужны. Угу. Статика, динамика. Где-то есть движение там, здесь. Или обе фотографии. Не парься, если ты не можешь ответить. Сейчас начнешь подгоняться и там что-то создавать. Не надо. Если нету быстрого ответа, нас это не интересует. Я как будто бы представляю этого человека в движении, но почему-то я его вижу обездвиженно. Вот он пусть и будет обездвижен. Замер в этом движении. Вот и хорошо. А теперь, смотри, мы их никак не будем ни дружить, ничего. Тот второй нам нужен был только для того, чтобы понять субмодальности. Угу. Вот мы теперь берем картинку вот этого и отправляем туда. Просто она становится такой... Все, про ту забыли. Она становится такой же формы, тоже достаточно большая, ярче, значительнее. И ровно в том месте, где только что был тот второй. Когда ты видишь его там, у тебя появляется новая реакция? Вот этого первого, когда ты видишь там. Сразу не могу ответить, что да. Сразу не могу ответить. Ну давай подождем. Вот он там. Более яркий. Картинка такого же размера. Скорее, да. Угу. Поединическая проверка. Представь себе, открывается дверь, и он заходит сюда. Новая реакция? Ну, может, процентов на 30. Угу. А эта реакция, она такая же, как у второго? Как на второго? Или чем-то отличается? Нет. Не такая, да? Не на самом деле. Давай тогда посмотрим еще, что еще отличает вот этот образ от того, тот первоначальный. Где ты сейчас видишь вот этого первого, которого мы меняем? А, вот уже здесь. Уже здесь. Вот прям схвати его и туда так, как магнитик, знаешь, пеньк, и он вот там. Есть. Так хорошо? Да, он на том месте прилип, и вот там ты его видишь. Возможно, да. Опять открылась дверь, и он зашел. Ну, немного, немного. Я задам другой тогда вопрос. А точно мы выбрали правильный эталон? Может ли быть, я сейчас на другом примере. Допустим, у меня есть человек, какой-нибудь вражина вообще, да? И я так ради интереса думаю, а что, если взять субмодальности моего друга и туда поместить этого врага? То тогда мои внутренние убеждения говорят, ты с ума сошел, что ли? Здесь нет такой истории? Что та реакция, которая на второго человека, она не подходит для первого. Понимаешь? Насколько хорошо мы подбираем эталон? Это очень важно. Я старалась по возрасту подобрать. Нет, 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 по реакциям. Давай по-другому. Вот есть человек номер один, который заходил только что, якобы. Как бы ты назвала свою реакцию на него? Возможно, страх. Страх, да? Я что-то не знаю. Когда вот он заходил, я почувствовала это. Понятно. Как бы ты хотела на него реагировать? Доброжелательно, гостеприимно. Доброжелательно, гостеприимно. Ну, а вот эта доброжелательность и гостеприимность, это состояние, как бы назвать, это какое состояние? Чего это, радость? Я бы хотела испытывать радость. Хотела бы, да? Это было бы нормально. Я считаю, что бы. Да? Вот кто такой есть в твоей жизни, кто если бы к тебе пришел, то ты бы испытывала радость и относилась доброжелательно и гостеприимно. Только не бери там близких родственников. Если этот не близкий родственник, а тот, то не, не надо. Он не может стать твоим родственником. Так, если я загадала близкого родственника, то мне надо взять не близкого. Надо не близкого родственника, но тоже есть какой-то такой человек, который, если придет тебе в гости, ты будешь доброжелательный и там даже радость испытывать. Да. Его представь. Там, да? Да. Ага. Запомни характеристики этого образа и быстренько вот того первого туда. Да. Так нормально? Да. Проверяем. Открылась дверь, он заходит. Да, намного лучше. Да? Так пойдет? Да. Отлично. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok